Всем привет друзья! Ну что начинается с вами вторая неделя турнира US Open и время разбирать самые интересные и захватывающие битвы. А в сегодняшнем выпуске мы с вами обсудим матч между Мария Сакари и Бьянко Андрееску. Разных пути были у девушек к моменту этого матча, если Мария Сакари уверенно проходила своих соперниц достаточно и у нее сетка была более сложная, то есть они были высокого класса, то у Андрееску был более простой путь в плане соперниц, но не в плане игры, того как она их проходила. Первый раунд был вообще очень тяжелый, но там все таки прибивалась к корту канадская теннисистка, неудобная была соперница местами, потому что играл этот одноручный бэкхенд свой и в целом конечно видно было, что еще нужно нащупать ритм Бьянки, но от матча в матча находила свою игру, нащупывала так скажем ритм, в общем сейчас она находится в хорошем тонусе игровом и заряжена уже и видно, что в целом она находится на хорошем игровом уровне. Что примечательно девушки уже встречаются в этом году один раз, это было в апреле месяце в Майами они играли и там в трех сетах Андрееску одержала победу в очень сложном матче, но очень важно тоже отметить, что Бьянка там смотрелась гораздо хуже чем сейчас, там еще она совсем была не в форме и в плане вот физики, в плане игровом, очень много было брака в игре, но с Аккой было даже с такой Бьянка играть очень непросто, конечно Бьянка любит играть в Америке и в принципе там Канада, Америка это все это так скажем стихия. Со зрительской точки зрения Андрееску тоже более симпатично зрителям, это нельзя не заметить даже было в матче с Дэйвис, то есть местной американкой, которую конечно поддерживали активно, но я не скажу что Бьянку сильно меньше поддерживали, хотя обычно когда играет американка и неамериканка на US Open, то колоссальная разница в поддержке у теннисисток, тут такой разницы не было совершенно, как мы заметили уже по ходу этого турнира, что в мужском, что в женском, энергетика от зрителей, это естественно сейчас очень-очень помогает, они соскучились по этому и прям многих она так вдохновляет, так вытаскивает со сложнейших матчей, яркий пример там Роджерс, которая вытащила нереальный матч с Барти, так что я думаю, что казалось бы незначительный такой бонус в виде поддержки зрителей, тот может сыграть одну из ключевых ролей в исходе данного матча, ну и вывод напрашивается сам собой, я здесь склоняюсь к тому, что Бьянка Андреевску одерживает победу, ну или можно подцарковаться и сыграть индивидуальный тоттон на канадскую теннисистку, так ее ставит аутсайдер в этом матче, так что можно и так сыграть, пусть и из-за меньших коэффициентов. Разборы других матчей второй недели я публиковал в своем телеграм-канале, можете написать мне в личку, я туда вас добавлю, кому интересно, ну а танк, жду от вас лайков, комментариев, ваше мнение по поводу этого матча, возможно в других матчах тоже, жду от вас поддержки, как обычно, благодарю всем за поддержку в виде донатов, всех отмечаю на видео, под видео и все, всем удачи друзья и до скорого, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok